Сыраем маски, бахилы, шапочки. Одноразовые средства защиты не такие уж и одноразовые, если стирать их каждый день, а параллельно шить маски. Мы работаем вот такие вот масочки, которые действительно мы поношили сами, сами мы их поношили. Их также простирывают, просто-напросто простирывают и потом надеваются. В таких условиях сейчас работают медики станции скорой помощи в городе Анжера-Суджинске Кемеровской области, в том числе с пациентами, зараженными коронавирусом. Когда персонал станции недополучил обещанные президентом Путиным стимулирующие выплаты, работники решили записать видеообращение к президенту и губернатору области Цивилеву, пригрозив на следующей неделе объявить голодовку. Остальные остались без денег, хотя де-факто каждый день подвергаются риску заражения, рассказывают медики. Они потребовали уточнить принципы начисления выплат. Когда бригады скорой помощи выезжают на вызов по поводу пневмонии, к пациентам на карантине или контактировавшим с инфицированными, это как возможный контакт с коронавирусом не расценивается и дополнительно не оплачивается. Мы пытаемся доказать, что вот когда идет по КТ поражение легкие, то есть уже поражение легкие, которое специфично именно для пневмонии, которое вызывает ковид-инфекции, что это тоже относится к ковид-инфекции, независимо от того, что лабораторного подтверждения нет. Это тот же ковид, понимаете? И что мы работаем с этими больными. Жалобу медиков проверит прокуратура. 15 мая на станцию скорой помощи приезжали чиновники с инспекцией, в том числе из регионального Минздрава. К вечеру ведомстве заявили агентству «Интерфакс», что записавшие обращения работники не имеют права на выплаты, так как не работают непосредственно зараженными. На вопрос о стирке и шитье средств защиты в Минздраве отметили, что в Анжеро-Суджинске все сотрудники скорой работают в защитных костюмах. Развели канитель бюрократическую. Так обещавший деньги врачам президент Путин в этот же день прокомментировал ситуацию с выплатами. Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там, 5-10 минут или 2 часа, а за факт работы. Выплаты медработникам должны были поступить как раз до 15 мая. Не дождались денег и в Нижнем Новгороде, где прошел сход работников скорой помощи. Они заявили, что вместо обещанных 25 тысяч рублей получили чуть больше полутора тысяч. Нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Инстаграме назвал это выступление медиков отрежиссированной заказухой. Скажите, пожалуйста, что вы делаете? Я делаю бахилу сушу обработанную. А это видео сняли журналисты издания 73 Онлайн.ру в Ульяновске, в прачечной госпитале Центральной медсанчасти. Неодноразовые бахилы и защитные костюмы уже коричневого оттенка. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова